Вскоре Екатеринбург вновь заиграет новыми красками. В июле в городе стартует традиционный фестиваль уличного искусства стенографии. Нынче художники собираются поэкспериментировать и нарисовать такое, чего жители раньше не видели. До начала фестиваля еще 10 дней, но одна команда стрит-артеров уже поручила фору. Мастера уже зашли на площадку. Прямо сейчас за их работой следит наш коллега Владислав Изюменко. Влад, добрый вечер. Почему ребята вышли раньше всех? Коллеги, спасибо. Да, действительно, в эти минуты за моей спиной происходит подготовка поверхности к созданию арт-объекта, который уже в ближайшие дни начнут работу над ним, над которым начнут работу в ближайшие дни. Пока что это похоже на рядовые строительные работы в городе. Поверхность замазывают белой краской, но уже в ближайшее время в Екатеринбурге появится действительно уникальный арт-объект, потому что это будет первый в городе арт-объект в стиле оптической иллюзии. Фестиваль стенография стартует только на следующей неделе, однако подготовку к работе над этим объектом начали уже сегодня, потому что он требует больше, требует дольше работ над этим объектом будет проводиться и, соответственно, больше подготовки. И сегодня у нас есть возможность поговорить с автором и художником этого проекта Артемом Стефановым. Артем, приветствуем! Расскажи, пожалуйста, про этот объект, в чем же все-таки сложность, почему уже сегодня начали подготовку к нему? Ну, дело в том, что организатору очень хотели, чтобы именно я приехал в этом году на стенографию, и я тоже очень хотел приехать, потому что знаю этот фестиваль с самых первых лет существования и было очень приятно сюда приехать, но из-за того, что есть у меня некоторые другие проекты, я мог приехать только заранее, учитывая еще то, что этот проект действительно очень долго, ну, много достаточно занимает времени, потому что я рисую не аэрозольной краской, как многие графичики и тому подобное, а обычной фасадной краской. Оптическая иллюзия, об этом тоже хотелось бы поговорить. Что это такой за стиль, можешь про него немножечко рассказать? Ты ведь не первый раз уже в нем делаешь какие-то арт-объекты. Да, я делал несколько объектов подобного плана. Ну, я бы сказал, что это такая диджитал-стилистика, да, достаточно актуальная на сегодняшний день графика подобного рода. И в моем именно проекте у меня происходит некое расслаивание черно-белой графики на кучу разных цветов. И, ну, это такая, наверное, больше проходит спектр, разные цвета и его перемещение. То есть, правильно ли я понимаю, что будет ощущение какой-то такой 3D какого-то объекта, правильно, да? Да. Ну, сложно сказать, насколько он оптический, да, но это... То есть, сама графика, да, ее можно назвать оптической, как, например, это делал известный художник в Изареле и так далее. Мы будем ждать очень этого объекта у нас в городе, потому что он действительно уникальный. Коллеги, вам слово. Спасибо. Спасибо, Влад. Будем надеяться, что художникам не помешает погода. Я напоминаю, что за работой уличных художников следит наш коллега Владислав Изюменко. Итог этого процесса можно будет увидеть уже через несколько дней. Продолжение следует...